сегодня план такой у нас сегодня тема есть занятие это минимально жизнеспособный продукт я приготовила немножко по нему материала которым хотел бы с вами разобрать и вообще чтобы вы поняли что это такое и зачем это нужно также я хотела бы вернуться немножко к теме канбан и скрам и досмотреть там ролик чем они отличаются и вообще попробовать вспомнить что вы из этого запомнили что нет и как то может быть еще раз это обсудить при необходимости и основная задача наша это креативный штурм провести и определиться с теми вопросами которые мы поставили и запланировали на прошлом занятии может быть по результатам этого креативного штурма у нас родятся еще какие-то задачи которые мы сможем также поместить на нашу доску мне отрадно что многие зарегистрировались на ней и уже даже передвигая карточки выполнен самостоятельно это здорово и мне кажется все работает давайте тогда начнем с презентации софи потому что софи как раз нам хотела рассказать про конкурентов ты просматривала кто что делает а я тогда сейчас расшарю тебе экран твой видно да тебе слово в общем артек провел большой онлайн проект вконтакте этот формат не очень интересен нам из-за отсутствия ресурсов эфира снимать не получится кроме классной рубрики артековский рецепт мы можем сделать нечто подобное в нашем лагере при желании камчатка это лагерь здесь снимают спектакли и выкладывают в инстаграме кураторы смен разные но обычно это известные личности очень понравилась завлекалочка будь активным получишь фирменную толстовку и поедешь на очную смену в эстонию хорошая экономия 1500 евро классный лагерь не мы ни они нам не конкуренты что не сказать о системе лагерей in camp 70 лагерей с различными программами разбиты по интересам компьютер английский психологические тренинги и прочее на любой возраст любое восходящее время есть во второй половине дня и любой кошелек можно у них поискать программу для нашего лагеря и пришкольные онлайн лагеря учителей поставили перед фактом что им придется разрабатывать форматы онлайн лагерей чем их преимущество перед нами на мой взгляд родителям проще контактировать с знакомым педагогом дети дети большинстве своем знакомы поэтому им будет легко с первого дня занять и находить общий язык кстати не все такие лагеря бесплатны в чем плюс для нас мы можем позаимствовать идеи чем я и занялась идея для занятий квест на любую тематику челлендж косплей можно косплеить героя а можно картину своя игра есть презентация интересная математика правополушарное рисование интересные из мира природы верблюды путешествуя по пустыне за две недели верблюжьего ухода узнают в какой точке пустыни будет дождь уход за животными здесь есть очень интересное предложение по сотрудничеству по сотрудничеству бесплатно проведут 30 минутное занятие могут даже на английском как договоримся пальчиковая нейрогимнастика игра светофор здесь должны надеть что-то синее желтое красное одна минута время пошло физические упражнения как профилактика атрофии мышц и ожирения кола юного блогера снимать видео как и в тиктоке передаем предмет в кадр все да спасибо большое интересно видно что ты много посмотрел информации смотри мне кажется инкэмп это кстати хороший пример глобального тренда который мы рассматривали сетивизации помнишь мы брали еще такой пример как авиасейлс который берет и собирает на одной своей платформе различные различных туроператоров которые предлагают свои услуги по продаже билетов и сам авиасейлс он не продает билеты и он ничего не делает это просто удобная платформа где он собирает все предложения и люди могут зайти туда и посмотреть и выбрать что-то для себя какой-то нужный ему билет и потом он обычно переходит при покупке он всегда переходит пользователь на сайт именно туроператором или авиакомпании если он на прямой авиакомпании и инкэмп мне кажется это прям то самое то есть это такой агрегатор который собирает все лагеря кто какие делают и вот эти лагеря заинтересованы туда попасть потому что они инкэмп про себя говорит и пользователи туда заходят покупают выбирают там и это очень удобно просто хотела отметить потому что ну можно на одном сайте а не просто смотреть по-разному так ну ребят есть ли у вас вопросы к Софии она вот провела для нас исследование наших конкурентов у Анастасия увидела Google форму давайте тогда сейчас еще посмотрим что получилось с ответами с Google формами вот спасибо большое София мне кажется у тебя хорошо получилось Ты довольно объемно посмотрела рынок, выделила на несколько секторов. Очень понятно, это все презентовало, и мне кажется, ты большая молодец в этом. Спасибо. Так, я сейчас тогда открою Google формы. Ответы. 173 ответа, вот это да. Сейчас всем покажу. Круто. Тоже успех. У нас сегодня успешный день. Так, по классам. Смотрите, как интересно получилось примерно первый и четвертый, да, больше всего, но в принципе... А, нет, 22% — третий класс. Вот. А шестой у нас, вот этот, поменьше. Почему? Третий, четвертый — самые такие, самые актуальные. Да, но вот первый тоже, смотри, почти 20%. Больше, чем четвертый. Больше, чем четвертый, да. А во втором мало. Так, здесь у нас получается больше всего мастер-классы, что-то мастерить, 124 ответа. Это очень круто. Это значит, что ваши эксперименты, которые вы можете даже сами делать, они могут зайти, и это супер. Не важно, что. Главное, чтобы ребенок был занят. Это тоже наши... Это хороший ответ, потому что им не важно. Так. Найти друзей, пообщаться с верстниками — это то, что мы будем решать в любом случае. Спорт и танцы. Да, мы об этом думали. Узнать то, о чем мы не учат в школе. Смотрите, у нас больше 50% хотят каких-то других знаний. И школьные знания все-таки интересны. Ой, перешел в восьмой класс. Ну, тут немножечко как бы выбивалась целевая аудитория. Отдохнуть от занятий от компьютера. Отдых от онлайн-изучения. Да, мы, к сожалению, не подумали и не предусмотрели нигде такую графу, как, типа, мне это неинтересно. А можно было, наверное, где-то посмотреть, чтобы учитывать это тоже. Так, сейчас я посмотрю, что там в чате. Ага, вот, Настя уже какие-то опыты, да, посмотрела. Супер. Так, чем увлекаются? Игры. Подавляющее большинство. Но игры могут быть, если мы позиционируем себя, что не компьютерные игры, мы же можем придумать не компьютерные игры, они будут классными. Если мы вот берём то, что ещё София сейчас рассказывала про косплей или какую-то легенду, это популярно, как казалось. Фильмы. Можно устраивать какой-нибудь клуб на... О чём нам говорит это? Можно клуб какой-то по обсуждениям. Так, вот тут непонятно что, да? А, сказки, что-то волшебное, смотрите. Тоже есть аудитория на это. Наука интересна очень, это тоже супер. Кулинария. Читать. Рисование. Рисование тоже очень интересно. Максимально игры, рисование. Можно творческие какие-то штуки не забыть придумать. Так, по времени. Один-два часа большинство. За шесть и более очень мало проголосовало людей. Надо это учесть. При разработке программы, что один-два, может быть, три, но, наверное, не больше. Можно, наверное, чуть перейти, сделать побольше, может быть, в конце, там, когда будут прощальные вечеринки, что-то такое. Когда? В первой половине дня. 106 голосов. Весь день все те же 24 человека. А, тут 12. Ну да. А, им, наверное, было все равно, когда. Вместе с ребенком. Смотрите. Много родителей готовы. А те, кто не готовы, у тех ребенок достаточно самостоятельный. У нас получается, что не готовы только 27%. 30%. Говорят, что заняты. Поэтому можно, можно это предусматривать. Провелись ли они. Ой, цена, цена, да. 1500 бесплатно, 2, 3. Затрудняется. 7. 5. Это что, рублей? Так, не знаю, нет ответа. 15. Не решайся ответить. Если несколько смен, смотрите, уже есть готовы посещать несколько смен. Бесплатно, не более двух. До трех в неделю. Тут какие-то рассуждения. Бесплатно, бесплатно. 20 тысяч. Минимальные. Минимальные. 100 рублей. 100 рублей. За 7 дней. Странно. Вот. Ну, что скажете? Что вы вообще думаете? Вот у вас исследование, мы его посмотрели. Какие выводы делаете? Интересно, а можно только, например, вот так? Сейчас, подожди, я попробую. Жалко, что нельзя тут посмотреть, например, только четверехклассники, что отвечали, да? Ну, типа, если мы выберем один какой-то класс, можно было посмотреть, как у них распределилось. Можно, конечно, сделать, заморочившись по отдельному пользователю. Вот, но... Это можно сделать, если выгрузить таблицу в Excel, и там просто сделать выборку. Ага, точно, точно. Да, спасибо. Сейчас сделаем. Да, давай, Глеб, говори, что ты думаешь? Возможно, сделать онлайн-лагерь для... Ну, там в основном рисование и игры, правильно? Возможно, я уже немножко сомбинировал нарисовать героев игры, то есть совмещаем и то, и то. Ну, возможно, наш лагерь будет основываться на игре, для программирования, возможно. Ну, как-то так. Ну, программирование, это нам нужно будет специалистов, а мы же хотим сами. Мы можем... Ну, там многие, кто сказал, что... Вот, смотри, да, рисование, игры, читать, наука. Так, давайте выберем, например, только третий и четвертый класс. Посмотрим. Вы сейчас видите Excel-таблицу, да? Да. Ну, да, но тут как бы нужно все равно самим считать, судя по всему. Тут много и пять часов, один-два. Все почти в первой половине дня, но есть и во второй. Какие предметы было бы интересны? Бытовые, математика, окружающий мир. Окружающий мир, первая помощь, окружающий мир, окружающий мир. Бытовые, вон, английский есть чуть-чуть, математика, окружающий мир, первая помощь, кулинария, математика, окружающий мир, окружающий мир. кулинария, русский язык русский язык появился первая помощь, очень много ружащий мир пообщаться с живыми детьми а не онлайн кто-то написал свое ну окей математика, бытовые ружащий мир математика ну смотрите очевидно, мне кажется, что окружающий мир и математика побеждают в третьем-четвертом классе, еще первая помощь может быть взять это на вооружение да, за первую половину Анастасия пишет, так как родители в это время работают ну я вас поздравляю, вообще выборка очень хорошая, 173 человека это хорошо я спрашивала у своих коллег, которые занимаются подобным, ну в школе и они тоже проводили исследования вот у них было 103, например ну то есть у вас даже больше поэтому прямо задача решена тоже на 5 с плюсом как София, так и это просто молодцы давайте тогда попробуем сейчас кто-нибудь еще хочет что-нибудь просто сказать какие-нибудь выводы по исследованию или есть какие-то вопросы нужно над чем-то зациклиться когда у нас будет ну вот эта сессия ну там, где мы будем название обсуждать вот, Настя там тоже рассылочку делала да, молодец, спасибо так я предлагаю сейчас перейти к этому если никто не хочет что-то пока больше смотреть на так сейчас я расшарю вопросы вот презентация так давайте можем пойти прямо по пунктам и просто поднакидать как вам удобнее вам удобнее сейчас самим поработать над этим вопросами а потом к нам вернуться и презентовать или вместе будем сейчас здесь делать мне было бы удобно вместе потому что каждый свое мнение вместе ну хорошо давайте у кого кто придумывал уже какие-то названия или давайте чтобы придумать сначала название давайте решим более удобные ответим на более понятные вопросы сколько будет занятий в день например не меньше трех я кажется что ровно три ну три-четыре где-то так два-три да у нас еще есть ограничение что большинство голосовали за один-два часа и мне кажется да три занятия это оптимально потому что это вкладывается в один-два но может залезть на три получается три занятия по сорок минут я думаю 45 нужно минут 30 45 это много это как урон ну мы с вами по полтора часа в принципе занимаемся это два раза по 45 если у вас еще будут рефлексивные какие-то штуки то их можно там подольше потому что просто поговорить ну давайте напишем что они могут варьироваться 30-45 минут это ну мы можем себе позволить так валюту можно придумать после названия потому что ну как бы как в кидзании да они взяли валюту и сделали по названию кидзу так давайте попробуем сейчас может быть сформулировать чем мы отличаемся от других лагерей и сфокусироваться помните у нас была абстракция фокусировка сфокусируется на том что мы делали что мы будем делать настя я не вижу где ты написала про валюту мы будем развлекая образовывать если многие не хотят платить за лагер смотрите по поводу оплаты что я хочу сказать у нас есть разные возможности мы сейчас можем проработать проект показать его и может быть даже найти инвесторы то есть может быть мы можем найти ту школу или какую-то организацию которая поможет нам каким-то своим авторитетным брендом или там еще чем-то то есть сейчас можно сконцентрироваться на самой концепции а потом решить как искать финансирование когда уже будет ясно что мы делаем потом мы все так же можем просто назначить какую-то цену и попробовать поконкурировать на рынке онлайн лагерей поконкурировать будет довольно сложно потому что как мы с помощью исследований Софии увидели что у нас 70 онлайн лагерей это уже сейчас и к лету еще наверное кто-то придумает что-нибудь но мы все равно можем попробовать провести другое исследование мы можем например там прикинуть или как-то узнать в каких лагерях сколько примерно людей записывается или там сколько там максимально в группе ну там допустим есть там у них максимально 15 человек и мы видим сколько их стоит можем примерно посчитать сколько они собирают всего денег вычесть там примерную зарплату на преподавателей и узнать там эту разницу в доходах как-то так попробовать изучить экономику у нас будет финансирование по-моему на следующем или через занятия вроде бы на следующем мы можем там с этим поиграться есть еще такая опция я вот хочу поделиться на выходных общалась с одной из своих знакомых она сейчас обучается йогой в каком-то йоги центр для учителей будущих но она как бы еще не преподаватель она вот только получает сертификат чтобы обучать но ей уже нужно очень практиковать потому что она там уже прошла этот курс и потому что ей тоже нужно зарабатывать деньги и она сделала следующее она посмотрела на своих конкурентов кто тоже йогу преподает посмотрела сколько примерно стоит их занятия там у нее в среднем 200-300 рублей получилось присоединилась там к кому-то либо просто посмотрела какие-то там фотки отзывы увидела что это вот в зуме увидела сколько примерно туда людей приходит посчитала экономику посчитала сколько примерно получается ее коллеги собирают прибыль и поняла что это так как она еще понимала что в любом случае нужно тратить деньги на рекламу в интернете чтобы как-то собирать вот этих людей которые будут ходить к ней она взяла вот этот доход примерный который она оценила вычла оттуда расход который она тоже посмотрела сколько стоит реклама и прикинула сколько ей придется потратить на это посмотрела какой у нее получился доход и оценила его как весьма маленький и несущественный и решила проводить бесплатно занятия йога но добавив там такую опцию как что можно заплатить донейшн донейшн это вы понимаете что такое донейшн нет донат что да это типа благотворительность это типа можно заплатить сколько хочешь потом в конце когда ты получил уже услугу ты можешь оценить и заплатить какую-то сумму которую ты считаешь нужным и соответственно и в итоге получилось она мне сказала что в итоге у нее довольно много уже пользователей там набралось где-то 60 штук что много для йога учителя которые так или иначе ходят ну не все но как бы по очереди это у нее уникальные пользователи а постоянно у нее там ходят где-то 20 что-то такое и доход который сейчас у нее за донейшн получился гораздо больше чем она считала если бы она пошла конкурировать в этом рынке в рынке инструкторов и тренеров по йоге и я хотела обратить ваше внимание тоже на эту конструкцию и она вполне себе вероятно судя по тем ответам которые давали по поводу сколько готовы заплатить за этот лагерь и вот многие пишут что должно быть вроде бесплатно и как бы кто-то может войти так но кто-то готов за это платить и может быть благодарные родители увидев что их дети увлечены что они делают опыты что они что-то узнали все равно почувствовать что им нужно как бы за это заплатить и может быть это выйдет гораздо как бы легче потому что такой бесплатный лагерь будет легче рекламировать и легче набрать будет детей туда чем вот конкурировать прямо на рынке вот регистрироваться на инкэмп на инкэмпе там в любом случае я уверена что нужно платить инкэмпу за это потому что у них так устроена бизнес-модель вот да посмотрите пожалуйста чат простите вот 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 Настя как раз это пишет и про донаты если вам понравилось киньте на развитие и так далее да да можно какой-то такой но я просто хочу вам об этом рассказать как об опции мы можем с вами сейчас пока сейчас чуть выше про прощение баллами валюты это неосуществимо если многие не хотят платить за лагерь отличаемся тем что учим тому чему не учат в школе в игрях не учат первой помощи или тому как варить макароны а это полезно да да это хорошее замечание я сейчас хочу просто призвать вас прям сконцентрироваться на самой концепции и договориться о ней и про финансирование просто понять что у нас вот есть несколько путей не бояться этого да что нам нужны будут преподаватели где их искать будем смотрите я советую идти поступательно сначала мы разрабатываем концепт потом мы смотрим на эту систему когда мы ее определили и уже мы ее разбиваем по кусочкам и смотрим какие нам нужны для этого ресурсы и где их найти преподаватели тоже можно завербовать бесплатно в том числе не обязательно принудительно некоторые могут откликнуться например вон российские скауты есть волонтеры ну как бы много людей у которых есть какие-то свои навыки которые могут поделиться с ними с четырехклассником или с трехклассником поэтому в общем призываю сконцентрироваться на концепте понять что это не бояться историю про финансирование мы на следующем занятии ее разберем и выберем с вами модель когда будем уже понимать получше сегодня нужно разобраться с тем что мы конкретно делаем как и накидать еще задач какие у нас следующие шаги анастасия вот уже может преподавать и опыт и первую помощь софия что-то тоже может преподавать я уверена что глеб глеб тоже может что-то сделать можешь провести рефлексию например ты уже знаешь как проводить чекин можешь ну подумаешь что-то еще можешь сделать что может сделать Арсений я могу провести физминутку если такая будет физминутка потом ты еще умеешь рисовать ты можешь придумать какую-нибудь или какую-нибудь игру если мы найдем и придумаем какую-то игру тебе же не нужно для этого обладать какими-то сверхзнаниями чтобы объяснить правила и быть модератором игры поэтому тут у всех у вас уже есть набор навыков которые можно использовать и можно найти других ребят и просто когда вы будете их искать это уже как бы поиск ресурсов дополнительных поиск дополнительных людей вам нужно четко и ясно им рассказывать что вы делаете какой вы лагерь чем вы отличаетесь почему ваш проект сработает и почему к вам нужно присоединиться давайте сейчас на этом сконцентрируемся да все вот эти идеи игры опыты призываю вас в копилку складывать на нашей доске трелла есть карточка по-моему идеи для различных тематик и вот прям туда все скапливайте чтобы они не потерялись кто что может делать в комментариях или файлы присоединяете что угодно давайте вот чем мы еще отличаемся смотрите вот вы когда говорили про инкэмп и говорили про направление или даже у артека есть там извините а что такое инкэм это вот софия рассказывала про то как она изучала конкурентов и что она была на сайте вот инкэм он так называется просто это агрегатор где размещены 70 онлайн лагерей и там у них же разная тематика у кого-то айти у кого-то еще что-то про что может быть ваша тематика вот подумайте мне кажется вот это важный вопрос из которого можно потом родиться и название и логотип и слоган предлагать идеи я сейчас буду молчать покажу вам выведу только ваши исследования ну и как маленькие русские скауты художественная может быть тематика потому что там 91 голос был за ну за рисование ну да но мы же не преподаватели изо чтобы дать какой-то такой упор мне кажется нужно какой-то преподаватель то есть можно придумать чтобы там было рисование понимаешь можно их стимулировать на то что да вот проект то что как идея да вот если чисто не идея нормальная то что нам нужно не забыть рисование и обязательно придумать какие-либо активности связанные с рисованием это просто бесспорно просто нельзя позиционировать себя как художественный лагерь потому что тогда все ожидают сразу же от нас каких-то сверхкомпетенций когда мы всем будем рассказывать как рисовать натюрморт или комиксы но как бы у нас вроде такие нету да-да-да вот чтобы ожидания превосходили возможности ну возможно у нас будет будет все по чуть-чуть и уклон больше на окружающий мир потому что там тоже отвечали окружающий мир да мне это нравится честно вам признаюсь и у вас есть эти компетенции и окружающий мир отвечали и опыты это очень интересно и судя по исследованию Софии как бы не то чтобы там большая конкуренция можно вот если брать окружающий мир например зарисовывать то что вы видите например вот брать там почку растения и ее зарисовать потом ее там как-то разрезать потом зарисовать то есть ты вроде изучаешь что-то в биологии биологии да но при этом ты еще и рисуешь то есть можно как-то так например или опыты нарисуй что ты увидел вот да рисование можно включать в таком формате бесспорно ну давайте попробуем накидать может быть какие-то ну то есть окружающий мир например мне кажется он не спорит еще и с первой помощью то есть можно в принципе взять вот эти три направления вот еще была математика но подумайте можем ли мы связать математику например и окружающий мир спокойно сколько яблок растет на дереве и груш да и складывать то есть все что угодно жучки палочки ну можно как бы связать можно еще даже физкультуру связать физ минутку наклоняемся за яблоком встаем ну как будто как-то так да 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 софия следопыты да да можно это ты предлагаешь название да юные следопыты или просто следопыты ну 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 по типу это слышала это это слышала глеба у тебя есть какие-нибудь если честно нет я думаю над каждым названием какой может подойти логотип а так пока иди нету арсений а у тебя есть юные сыщики ну вот сыщики это уже что-то такое детективное мне кажется важно может быть как-то науку все-таки окрасить что вот вы и биологию и химию вот потому что в принципе по моему опыту дети вот они ассоциируют с химией со слаймами еще например как сделать слайм и им это все очень интересно то есть это такая несложная химия и вообще это направление обычно интересует потому что это какой-то запретный плод потому что химия и биология они в старшей школе постарше а вот в начальной школе нету и хочется сделать что-то такое впечатляющее экспериментаторы ньютоновская жидкость если честно насти я даже не знаю что это я не очень большой профессионал вот в биологии химии возможно ну как бы ньютон да ньютоники ньютоники это кстати могла бы быть это валюта или поощрение кстати да ньютоники давайте запишем ну если мы не отвергнем эту историю с валютой ньютоники классные жидкость и твердое вещество интересно можно сказать что это карантикулы и как-то их назвать или там например карантикулы у юных сыщиков или у юных не знаю может быть у юных ученых может быть что-то такое давайте сейчас может быть воспользуемся инструментом тихий штурм и каждый попробует придумать два любых названия а мы из них потом что-нибудь выберем что больше нравится все нигрия нигрии Да, Настя, можно. Ну и напишите в чат по два этих названия, прям каждый. Вот я увидела у Арсения одно название. Продолжение следует. Вот София тоже предложила название. Угу, Арсений еще одно. Продолжение следует. А что это такое нефтон и София? Угу. 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 Научные чудеса мне тоже нравится, красиво. Классы с первого по четвертого тоже, да? Ну, смотрите, я, наверное, все-таки призываю вас еще немножечко сузить свою аудиторию и попробовать третий, четвертый, потому что их было наибольше. Потому что то, что может быть первому больше зайдет четвертому, будет скучновато и наоборот. Угу. Угу. Так. Угу. 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 Так. Ну вот, может быть, Глеб подскажет какой-то возраст. да наверное 10 до мне кажется им уже зайдут опыты и они могут их сами делать так ну что давайте выбирать название может быть просто проголосуем так сейчас я прям да настя с тобой согласна но нам же нужно еще дальше тоже что-то делать ну я имею ввиду вот глеб например ждет для сейчас я быстро вам еще покажу как можно можно их комбинировать если что-то например понравилось так я не пропустила никакое название посмотрите на экран да типа не скучные но и но и не школы это по-моему не название да да не скульные каникулы а прикольно да тут есть и скул и кул это очень круто кстати мне тоже нравится но мы тогда должны в описании наверное все равно давайте ну не знаю есть кто считает что нужно вот так не скульные я правильно пишу там не потом как школа потом мягкий знак есть наверное нет 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 там нету знака там просто школа и коми потом q на английском тоже большие и и и и на русском да вот такая да всем ли нравится это название вообще как скажите что думать они точно сразу поймут ну мне кажется вы же не знаю вот глеб арсений вы поймете вы знаете слова на куску да это вроде как бы в третьем классе учат такие слова самые простейшие слова казалось что во втором во втором буквы учат ну в первом в первом софи очень классно да можно да то есть не такой прямой а вот знаете есть такие мягкие шрифты а то как то немного да ну можно будет вообще потом выбрать свой шрифт это тоже задача будет и и написать какие-то тексты про это вот а родители поймут насть я уверена потому что это ну правда очень простые слова и все даже не знают английский извините а можно сделать так опять ну голосованием не мы а родители как бы мы же для них выбираем и второй ссылочкой после вот этого опроса выбрать все вот эти и как бы попрашивать их родителей ну мне кажется это уже ваш какой-то креатив и вам нужно да вот нас пишет это ваш проект вы его придумали и ну не обязательно можно и не скульный зачем не школьный можно не писать сейчас важно акцентировать внимание на том какие какой вы посыл скажете что вы дальше напишете то есть вот какой-то слоган или вот какая-то фраза ну потому что мне кажется в какой-то момент родителям нужно понять эту тематическую рамку которая у вас ну есть вот что вы про окружающий мир преследований но в то же время это через творчество вот какие такие штуки можно будет какой-то момент все равно делать опрос но наверное может чуть попозже или когда будет понятно что именно там нужно еще узнать давайте посмотрим еще на вопрос который мы формулировали так и так давайте кто-нибудь подведет итоги и сформулирует чем будем отличаться от других лагерей еще надо слоган придумать слоган творчество да у насти соединение английского и русского пошло до шахматы кто-то даже не написал про шахматы на шахматы будет сложно собрать давайте слоган попробуем слоган логотип или образ логотипа ну то есть что будет на этом логотипе может быть кстати в логотипе будет видно что это про опыты и про науки да возможно это колбочка как бы схеме до опыта и шишка потому что это все таки а ну как бы с природой мы же опыты будем делать правильно можно я сайт кидала в группу называется викс вот на котором я просто очень много пропустила я поздно сегодня присоединилась потому что по работе задержали вот там есть викс сайт и если вот вы забьете викс лога он сам вам подберет выставляете вот эти поинтс которые у него да что вам нужно в логотипе и он предлагает несколько вариантов и ну достаточно успешные у нас еще глеб вызвался придумать и нарисовать мне кажется тоже оттуда почерпнуть идею может быть вот там допустим выставленный логотип да по опорным вот этим пунктам его бы натолкнула какую-то мысль у меня просто этот сайт викс не открывается у меня он грузит и вылетает я пробовала открыть там надо там викс он вообще создает сайты вот я создала ну конечно это зарисовка да грубо говоря сайт это вот просто я не нашла тем материалы которые вы мне говорили по поводу сайта и я сама прошерстила там несколько видео да и остановилась все таки на гугл вот этом вот но естественно это черновой вариант то есть он конечно не работает ничего пока он просто вот созданный да тоже по опорным этим пунктам вот и там у него просто на сам викс он тебя не выведет а я вот скидывала именно что викс лога там вот это вот он очень неплохо так делает это все но там да бывает иногда он притормаживает и выбрасывает из системы есть такой момент куда можно пойти так можно в принципе ну как бы здесь нет единого верного пути ты можешь сам нарисовать и кто-то из софи по моему заразилась от насти теперь все слова будут замиксованы из девочек говорил что может перевести это в цифровой какой-то вариант да 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 возможно кто-нибудь после этой конференции зайдет на викс и попробует там ввести и потом просто отскринить и отправить просто я точно не смогу зайти а я думаю так думаю то что там ну можно оттуда идеи взять хорошо да давайте дальше пойдем вот у нас осталось не очень много времени и мне бы хотелось еще дать вам материал по сегодняшней теме так про валюту и поощрение как вам надеюсь ньютониками вообще нравится или нет и ну тут конечно нужно разработать вообще идею про эту валюту за что ее можно получать что в конце за нее получать вообще по опыту собирать какие-то там смайлики или что-то еще или наклеечки в лагерях какие-то вот эта валюта она же может быть по-разному представлена не обязательно какие-то деньги тем более у вас цифра да я могу сказать у меня просто есть где я просто занимаюсь сейчас в школе онлайн и там ну за каждую домашку например ты получаешь на определенные баллы и чем больше этих баллов ну первый уровень там собрал например 100 переходишь на следующий уровень потом собираешь тысячу переходишь на новый потом 10 тысяч ну в общем так по увеличению вот и в общем вот эти вот баллы они потом на определенном уровне могут превратиться в деньги то есть например набрал тысячу баллов этих и это тысяча рублей то есть ты можешь потратить на обучение на другом курсе например вот ну можно например как вот говорили но опять же если у нас будет спонсор не знаю как это назвать если это все таки коммерческий проект а не такой ну грубо говоря благотворительный то можно чтобы в подарок потом активным участникам например кружку с логотипом или блокнотик с ручкой ну в общем что то такое можно да по почте прислать а у меня тоже ну вот родилась идея не тоники да мне очень понравилось название можно еще экспирики взять ну поскольку экспериментаторы да экспирики просто я если честно валюту для себя немножечко по другому представляю поскольку с этим сталкивалась да то есть это определенные деньги ну допустим они разбросаны там 20 ну вот как монополия да 20 50 вот эти экспирики да валюта 100 и 200 ну и соответственно есть магазин вот этих вот игрушек но не то что игрушек да там и игрушки и блокноты прикольные какие-то всякие вещи и лучше если это будут вещи вот обычно в таких заведениях делать научная направленность ну к примеру допустим там летающая тарелка есть да там и так далее то есть они все направлены вот или какие-нибудь такие вот прикольные штуки типа как из красного куба какие-нибудь там необычные часы необычной формы и так далее ну то есть все что работает на стиль данного заведения скажем так да и дети действительно да они пытаются они стараются заниматься на занятиях посещать все занятия чтобы набрать накопить на определенную сумму на вот эти вещи вещи изначально стоят дорого то есть грубо говоря там ну возьмем те же самые часы там если они в магазине там стоят 700 800 рублей да здесь они стоят там ну к примеру 4 тысячи вот этих вот да экспириков вот и ты накапливаешь и ты их покупаешь можно например ну чтобы замотивировать можно какой-то ну такой грандиозный просто обычно вот прям таких глобальных например проектах они используют технику то есть например за первое место планшет или что-то такое в нашем же лагере можно разыграть например набор с микроскопом то есть если мы позиционируем себя вот как что-то такое научное можно например самому активному тому кто набрал там больше всего баллов подарить например вот набор извините можно да давай можно сделать доску почета да 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 вот тут софия что-то такое подобное тоже предлагает и можно же как в играх же бывает что что там тоже идут по пути там маг потом еще кто-то там же у нас сказки волшебство тоже много кому понравилось но мы можем не сказочную какую-то историю брать а еще просто да и кстати можно на сертификатах отмечать можно просто выбрать там типа лаборант или там уже ученый или еще кто-то ну какую-то градацию сделать и вот эти ньютоники они будут накапливаться и давать например перейти на эту градацию а это можно на сайте прямо показывать то что я говорил то что я говорила уровне режим да да тебя не очень хорошо у них там как раз именно такая система То есть сначала ты новичок, потом ты школьник, потом ты выпускник, студент, там абитуриент, ой, нет, наоборот. Ну, в общем, студент, потом, например, ученый, Лобоносов, потом ты старенький, какой-нибудь, на что-то такое. Лаборант, студент, юный ученый, академик. Вот София тоже предлагает. Вот, и можно, кстати, набирать эти ньютоники за активность, там, на зарядку пришел, получил столько-то, ну, даже за любую активность. Не обязательно только за научные эти мастер-классы, ну, просто за зарядку, наверное, меньше ньютоников, чем за какой-нибудь эксперимент, если повторил. И потом на сертификатах как раз и можно даже Глебу будет нарисовать всех этих героев, чтобы они были уникальны, чтобы мы ниоткуда не взяли, это тоже очень важно. Вот, что у нас уникальны вот эти свои герои. И на сертификатах уже всем же будем раздавать сертификаты, и все получат с разными градациями. Это классно. С какими-то материальными призами тоже здоровская идея, и, может быть, можно что-то придумать и кому-то отправить еще какие-то материальные подарки. Вот с опытами мне понравилась идея, тоже интересно, но тут, конечно, нужно будет нам потом смотреть финансовую модель и смотреть, будет ли у нас на это средство. Мы в следующий раз разберем. Так, мы не придумали, мы не придумали слоган. Слоган, да. Извините, а я не очень понимаю, что такое слоган. Это типа, мы все сможем и победим. Ну, да, что-то типа того, но мы просто вот накидали же в прошлый раз вот эти вопросы сами, вот. У всех есть какой-то свой слоган. Я, кстати, не помню, какой у Артека. Может, кто-то помнит? Ну, это наподобие как рекламный слоган, вот, у Nike, да, you can do it, ты сможешь сделать это. Вот что-то такое, что ты вкладываешь в это название, да, что очень ярко характеризует именно деятельность вот, ну, данного заведения, да, в данном случае, может, это лагерь, да, онлайн лагерь. Ну, у нас нужно соединить нескульные каникулы и историю про науку. Нескульная наука? Ну, да, это такое, ну, простое соединение. Ну, слоган, может, должен что-то призывать или как-то... Ну, может, раскрасить свою жизнь научными красками. Ну, да, здесь еще как раз рисование. Давайте, знаете, у нас просто осталось не очень много времени, а я хотела вам еще дать материал рассказать про MVP. Давайте мы это оставим как домашнее задание и попробуем попридумывать слоганы в чате и пообмениваться там идеями. Мы сегодня довольно много уже сделали, и нам еще надо бы придумать, будут следующие шаги, что нам нужно сделать. Вот, ну, я думаю, это тоже сейчас перенесем на чат, или прямо в доске Trello можно эти шаги придумывать, создавать новые карточки, писать. Там уже довольно много регистрации, и мне кажется, если у кого, кстати, вопросы какие-то по Trello, может быть, можно сейчас ответить. Получается ли там в нем работать, те, кто зарегистрировался? Работает здорово, получается все классно, удобно, видно и понятно. Супер, супер. Так, давайте тогда к презентации. Важная история. Кто помнит, что такое скрам канбаны, или задумав, в чем разница, может, своими словами, скажите, можно ошибиться, не страшно. Или вообще, про что это хотя бы? Про обработку информации, как можно с информацией работать эффективно. Давай, Глеб. Скрам, ну, канбан, это как мы сейчас работаем через доску Trello. Ну, там не обязательно Trello доску. А скрам, это... А скрам, я не знаю, что это, забыл. Вот София подсказывает, скрам организации работы с людьми, канбан, гибкое планирование. Да, это, вот, причем это как раз скрам, это организация работы с людьми, именно тоже гибкая. Вот, чем она отличается, что она гибкая от других методов планирования. Давайте тогда посмотрим ролик еще про отличия. И вы как раз вспомните, что это. Ой. В предыдущих роликах мы рассказали о скраме и канбане. Это два современных способа организации работы в России. Вокруг них множество мифов. Их сравнивают, противопоставляют и только запутывают их понимание. Сейчас разложим все по полочкам. Самое важное... Так, сейчас что-то не так пошло. Без картинок. В предыдущих роликах мы рассказали о скраме и канбане. Это два современных способа организации работы в России. Вокруг них множество мифов. Их сравнивают, противопоставляют и только запутывают их понимание. Сейчас разложим все по полочкам. Самое важное, что нужно понимать, что скрам и канбан не противоречат друг другу. По сути, это просто два пути, которые ведут в одном направлении. К организационной гибкости. Скрам и канбан можно применять одновременно. Они отлично дополняют друг друга в определенных условиях. Если вы хотите получить результат, вам придется не просто освоить механику, но и усвоить принципы и ценности, стоящие за ними. Канбан, доска в офисе или ежедневный скрам не работают сами по себе. То есть и в скраме, и в канбане неизбежны глубокие перемены в процессе работы, в отношении к ней. Многим сотрудникам будет... Скрам и канбан можно применять в компаниях любого размера и направления. Ваш выбор будет зависеть от того, что вы хотите улучшить в первую очередь. Скрам оптимизирует ценность, поставляемую командой. Канбан улучшает любой уже существующий процесс. Давайте посмотрим с точки зрения выпечки пирожков. В фокусе скрама будет сделать так, чтобы пирожок максимально понравился покупателю. Канбан, в первую очередь, наладит процесс выпечки пирожка, например, минимизирует потери продуктов и избавит работников пекарни от простоев. Что нужно лично вам, решайте сами. Скрам отлично работает там, где компания сталкивается с чем-то новым и незнакомым. В таких условиях нужно ставить эксперименты и менять курс в зависимости от результатов. Канбан же имеет более широкую сферу применения. Его можно комбинировать даже с классическими способами управления. Давайте подытожим. Скрам и канбан разные, потому что предназначены для разных целей и дают разный результат. Скрам и канбан выглядят по-разному. В канбане нет таких событий, ролей и артефактов, как в скраме. Скрам — это фреймворк, то есть набор правил. Канбан — это подход. Есть принципы, а не жесткие правила. Скрам хорош в ситуации, когда мы сталкиваемся с чем-то новым или незнакомым. Канбан универсален. Скрам развивает международные организации Scrum Alliance и Scrum.org, а канбан — Lean Kanban University. Для успеха скрама очень важна правильная подготовка, обучение сотрудников, налаживание процессов. Канбан сразу начинает работать с тем, что есть. И самое главное, Scrum и канбан не противоречат друг другу. Это два пути, которые ведут в одном направлении — к организационной гибкости. Так, ну, надеюсь, сейчас еще лучше уложилось. Вот, если что, говорите, какие вопросы. Сейчас еще хотел бы показать ролик про ресурсы. Это то, что мы затронули еще. Вот где искать преподавателей, какие нужны ресурсы. Нам с вами тоже нужно будет ответить на эти вопросы про лагерь и сформулировать вообще, какие нам нужны ресурсы и где их искать. И мне кажется, это было бы тоже хорошим шагом следующим для каких-то новых задач в нашей трейл-доске. Я сейчас попробую вот так, чтобы он на ней не тормозил. Итак, вы понимаете, какие задачи вам нужно сделать в проекте, чтобы достигнуть вашей цели. Но важно еще кое-что проработать. Какими ресурсами вы будете это делать? Где вы возьмете их? И вообще, какие вам могут понадобиться ресурсы? Можно сказать, что ресурсы бывают двух видов. Они бывают материальные и нематериальные. И это материальные могут быть такие, которые расходуются, как бумага или какие-то реактивы. А бывают такие, которые уже есть, и он просто есть, как столб или какой-нибудь прибор. Безусловно, они тоже расходуются, но значительно медленнее. И нематериальные ресурсы, которые могут быть нужны, включают в себя различные виды доступа, навыки, репутации, репутацию и так далее. Очень хочется часто все сказать по-простому. Ну, у нас будет бюджет, на этот бюджет мы все, что нам нужно, купим. Но некоторые вещи купить нельзя. Репутацию не покупают, связи тоже не покупают. А навыки мы покупаем только вместе с зарплатой, с того специалиста, которого мы наняли, и это может быть слишком дорого. Что же делать? Ну, есть старый советский способ – достать. Если мы что-то не можем купить, то мы находим кого-то, у кого мы можем это позаимствовать. Так, чтобы он остался не в накладе, скажем так. Правда, школьники в свое время мне на одном проекте сказали, что давайте его украдем, но такой способ мы использовать не будем. Мы можем что-либо доставать. Ну, хорошо бы, чтобы эти ресурсодержатели стали заинтересованы в нашем проекте, в его результате. В таком случае эти люди, которые обладают нужными нам активами и ресурсами, кем становятся? Они становятся стейк-холдерами нашего проекта. Поэтому, в принципе, процесс доставания – это процесс заинтересовывания этих людей. А что значит, что они заинтересовываются? Это значит, что мы находим, в чем их потребность. То есть это становится похоже на тот процесс, который мы уже достаточно освоили. То есть работают со стейк-холдерами. Какой инструмент нам в этом поможет? Очень простой. Реестр ресурсов. Его еще иногда называют райдер нашего проекта. Что это такое? Это табличка, где у нас есть буквально пять колонок. Какой ресурс нам нужен? Когда он нам нужен? У кого мы можем его добыть? Разные варианты могут быть. Как с этим человеком или организацией связаться? И каким образом мы будем аргументировать, что им это почему-то надо с нами поделиться? Как мы будем их уговаривать? Это очень простая табличка, но она позволяет все спланировать. Точно так же, как материальные ресурсы в ней можно вести, точно так же в ней можно вести учет нематериальных ресурсов, таких как какие-то доступы, дозволения, разрешения. Другая история – это дефициты по навыкам. Про них табличка выглядит немножко иначе, но смысл примерно тот же самый. Сначала мы смотрим на весь список задач, которые нам нужно сделать по проекту, смотрим, какие для них нам понадобятся навыки. И если каких-то нам не хватает, мы их начинаем выписывать в табличку. Пишем, какой навык, когда он нам понадобится, примерно по плану. Дальше записываем, кто будет этим заниматься, кто будет изучать этот навык. После этого записываем, где мы сможем это изучить. И, может быть, еще можно записать, а зачем нам это было изначально нужно. И когда такая табличка сформирована, у вас получается прям буквально план учебной работы в рамках проекта. Когда у вас есть план по ресурсам и когда у вас есть план по навыкам, вы, в принципе, уже практически готовы к тому, чтобы приступать к работе над проектом. История про планирование ресурсов. Одна из наших школьных команд автоматизировала работу школьной библиотеки. Ребята делали так, чтобы книги в библиотеке можно было брать при помощи сканера штрих-кодов. Отсканиваешь карточку, отсканиваешь книгу, и все фиксируется в базе. Но для того, чтобы проект доделать, нужно было оприходовать все книги в школьной библиотеке. И если у новых книг уже есть штрих-коды, то для старых книг ребята сами генерили штрих-коды, наклеивали их вручную, и к ним даже присоединились несколько волонтеров из соседних классов. На приеме проекта мы спросили у ребят, какие они видят ограничения для того, чтобы закончить свой проект. Оказалось, что все хорошо, никаких, через две недели закончим, и все бодрюком. И тогда мы предложили подсчитать. Во-первых, сколько старых книг есть в библиотеке. Во-вторых, сколько времени тратится на оприходование каждой книги. Сколько времени в день готовы работать помощники. И в результате таких подсчетов мы поняли, что чтобы все вовремя закончить, требуется еще 10 помощников, и искать их нужно уже завтра. Я предлагаю вот эти две таблички попробовать сделать к следующему разу. Как раз нам нужно будет подумывать финансовый план, и просто каждый сам попробует накидать, какие он видит, нам необходимы будут ресурсы, и какие нам будут необходимы, соответственно, навыки, вакансии, и кто их может предоставить, какие есть роли. Мы уже что-то такое подобное делали как раз в субботу, когда расписывали вот команду. Но можно попробовать еще и как-то пошире это все описать. Сейчас хочу... А где вторая табличка? Вот эта? Там было две таблички. Одна про ресурсы, другая про навыки. Я их сфоткаю и пришлю в группу. Хорошо. Вот. Можно будет их потом все скопить в одной карточке Трелла. Осталось совсем мало времени, но хочу быстро рассказать про MVP. Что это такое? Минимально жизнеспособный продукт. Мы чуть-чуть задержимся сегодня. Если кому-то нужно уходить, окей, но вот как бы нужно рассказать. У нас есть три понятия. Минимально жизнеспособный продукт, прототип и proof of concept, доказательство концепции. И их очень часто путают не только, когда обучаются этому, но и, собственно, сами бизнесмены, стартаперы часто путают эти понятия. Что это такое? Как мы уже говорили, предлагается на начальном этапе делать что-то такое маленькое, чтобы не вкладывать большие деньги в уже какой-то, например, большой сайт или уже там строительство какого-то автомобиля, а делать что-то, что решает конкретную проблему и боль пользователя, которую мы вычислили, буквально вручную, чтобы сразу выкинуть на рынок и проверить, получить обратную связь, нравится это или не нравится. Так вот, proof of concept, доказательство концепции, это вот, которое POC у вас прямо справа написано, это то, когда вы просто рассказываете, что вот вы поняли, у вас есть идея, вы поняли, что вот такая потребность есть у пользователя, что вы придумали на нее решение, вы ее описали, посчитали, поняли, что вам для этого нужно. И как бы эту концепцию еще не начали реализовывать, но вам нужно это для, например, привлечения инвесторов или каких-то других денег или получения гранта. И тогда это PRO-концепт, там ваши выкладки путем исследования, например, каких-то проведенных, например, что может быть у вас, ну вот как мне кажется уже сейчас, есть этот proof of concept вашего проекта, что это может быть? Это вопрос? Да, да, это вопрос. Это вопрос был, то, что можно вложить уже, это вопрос, кто насколько готов вкладываться, вот то, что мы проводили, то есть 100 вот этих вот ответов. Только ли это или что-то может быть еще? У нас еще София провела анализ рынка и рассказывала в самом начале про то, собственно, какие она увидела лагеря, про что они бывают. То есть это уже доказательство того, что раз существует какое-то предложение, существует какой-то спрос на рынке, то мы работаем в этой струе, просто ищем свое, чем мы будем отличаться. Доказательство, что гипотеза, что лагерь может существовать, что онлайн-лагерь существует. Вот Камчатка провела, вот эти лагеря свои сферы, вот Артек сделал. Мы провели опрос, мы поняли, что вот для таких-то вот ребят вроде бы это актуально, родители готовы за это платить, не все, но все же. И как бы proof of concept, это была бы, например, презентация, собранная в одной презентации, где вы рассказываете, что вы делаете, что вы делаете лагерь на семь дней для ребят, вот про науку, про по три занятия в день, вот так называется. И вот такое доказательство того, что это сработает, вот у вас есть, вот вы изучили, соответственно, рынок, и вы изучили, опросили пользователей ваших потенциальных, и они написали, что могло быть интересно. Прототип. Прототип — это когда вы уже что-то конкретное сделали, но, грубо говоря, когда вы сделали это из подручных материалов, да, презентацию нужно будет в определенный момент сделать, мы просто сейчас пока наберем материал для презентации, и у нас еще будет целое занятие по тому, как делать презентацию, поэтому ты можешь начать сделать прототип презентации, черновик или шаблон, вот, если уже готово, но, в принципе, можем чуть попозже эту задачу поставить. Прототип — это вот когда мы делали приложение, например, когда мы что-то рисуем, что еще не работает, но уже мы можем как-то показать, объяснить, мы можем получить какую-то обратную связь от пользователя. Извините, прототип — это, получается, мои наброски рисунков логотипа. Да, да, это тоже прототипы. Ты уже показываешь, но это еще не логотип, это может быть в таком супер-микро-проекте, как создание логотипа, это тоже проект маленький. Когда мы делали прототипы в Марвеле или просто в Excel-таблице, это тоже были прототипы. Прототип очень важный, он проверяет тоже одну гипотезу, одну какую-то функцию вообще, и он сделан, он еще как бы не работает, но уже что-то показывает. Мы уже можем получить обратную связь, попробовать вообще хотя бы от коллег или, может быть, даже от пользователей. И минимально жизнеспособный продукт — это уже как прототип, но уже что-то настоящее, где вы еще не подумали о дизайне, о каком цвете это будет, где вы вообще отсекли тоже все лишнее, он решает одну функцию, одну боль пользователя напрямую, но минимально жизнеспособный продукт вы уже можете продавать, вы уже можете получать деньги, вы уже выкатываете его на рынок и смотрите, покупают ли люди, потому что если они покупают, значит, все работает, надо масштабироваться, надо вкладывать, нужно нанимать дизайнеров, все это делать красиво и так далее. Я вам сейчас чуть попозже наглядно еще покажу, даже, может быть, вот сейчас вот этот слайд покажу. Вот, например, что такое минимально жизнеспособный продукт внизу, где у нас положительные смайлики, и наверху. То есть, когда мы просто придумали колесо или два колеса, или кузов, или вот как бы вроде как машину, и она в конце у нас уже едет, тут мы работаем без минимального продукта. Мы продумали машину, построили диаграмму Ганта, когда мы будем делать колеса, когда мы будем делать кузов и так далее. Это не гибкая история организации, это как бы не agile, но это тоже имеет место быть и существует у нас и работает в той или иной мере. Но agile и вот именно работа с минимальным жизнеспособным продуктом, это когда мы придумали что-то маленькое. Так, колеса, нужно добраться из точки А в точку Б. Придумали скейт. Так, работает, кто-то хочет. Так, нужно еще самокат, чтобы им было поудобнее, а велосипед еще удобнее, мотоцикл с моторчиком. И вот в конце уже машина. И так можно разложить к любому проекту. Можно придумать MVP или можно придумать прототип или просто proof of concept, доказательства концепта. Не всегда делают все три. Бывает так, что вообще игнорируют этот подход и не делают ни минимальный жизнеспособный продукт и ничего. и это как бы путь, который чаще всего приводит к неудаче, неуспеху, потому что вы вложили много денег на начале, на разработку, на создание своего проекта, а потом остались без этих денег и без продукта. Это вот этот путь. Поэтому призываю вас не игнорировать. но иногда делают только MVP, минимальный жизнеспособный продукт, иногда только прототип. Это тоже бывает, тоже возможно, но вот расскажу вам про все три. Итак, чем они отличаются? То есть минимальный жизнеспособный продукт, это будет, если мы сейчас сделаем сайт, наймем там первых учителей, сделаем простой логотип и выпустим его в свет, а потом уже будем дорабатывать. Ну смотри, что у нас является продуктом конечным? У нас же продукт то, что мы уже занимаем детей, что мы поработали с детьми. Если мы сделали сайт и показали его, то что вот в данном конкретный, вот мы уже проработали, что такое proof of concept, мы поняли, что мы просто придумали идею, описали ее, провели исследование, доказали, что на рабочие выбрали себе, опираясь на это исследование, целевую аудиторию, выбрали себе тематику, направленность, с которой будем работать. Что вот то, что ты описала, это что вот в этой структуре может быть? Ну, если это не доказательство концепта и не MVP. У тебя остался один вариант, Глеб. Я не очень понимаю. Прототип, да. Первое занятие — это минимально жизнеспособный продукт. Да, это может быть просто одно какое-то занятие по научным. Вы, например, разработали его, это занятие, и вообще проверили, попробовали его продать, проверили, идут ли к вам или нет, когда вы запозиционировали себя. Чем, ну вот на мой взгляд, чем вы еще очень сильно отличаетесь получаетесь от других предложений на рынке тем, что, как бы, ребята, подростки делают для начальной школы этот продукт. Это очень сильное отличие, и это не обязательно плохо, это не обязательно то, что вот, вы не профессионалы, значит, плохо сделаете. Можно посмотреть на это под другим углом. Дети пойдут к вам, им будет более интересно. Может быть, какие-то дети не захотели бы пойти в этот лагерь, потому что им было бы нелюбопытно, они не хотят вообще ходить в лагеря, их достал онлайн, и, в общем, ничего они не хотят, и родители не знают, как их занять, как хоть немножечко отдохнуть и посадить их перед какими-то другими занятиями. Но так как они услышали, что есть лагерь, который ведут их же ребята, там, тоже школьники, им стало любопытно, что там такое происходит, интересно, и они могут пойти. Это может быть вашим тоже уникальным другим предложением, которое может сработать лучше, чем у ваших конкурентов. То, что мы выкидываем сайт и посмотрим, покупают, не покупают, это как раз именно прототип. То есть мы уже сделали что-то на ручках, мы еще сам лагерь не провели, но мы уже что-то показали, мы придумали программу, мы вывесили на сайт, придумали логотип, придумали название, написали про что наш лагерь, тематику. И вот проверяем, юзабилити, это как бы проверка отклика пользователя. Проверяем, насколько пользователи вообще заинтересовались, готовы ли они вообще этим продуктом пользоваться, зашли ли они, готовы ли они заранее заплатить за билет в этот лагерь, вообще платят они, чтобы расширять, чтобы уже потом, когда мы сделали прототип, мы подумали, так, все, работает, наша схема сработала, теперь можно уже нанимать педагогов, искать, ну, как бы до этого момента можно пока потерпеть, просто проверить вашу теорию. Так, функции. с целью разобрались, функции. У доказательства концепции это всегда одна какая-то функция, у вас это онлайн-лагерь, у прототипа это может быть несколько функций, мы проверяем вообще название, тематику в данном случае, ну, или вот мы делали, когда прототипы про финансовую грамотность приложения, там сразу же несколько функций предлагала, предлагали девочке, я помню, проверить, там, чтобы и вот и деньги накапливались в копилке, и как вообще просто бюджет распределялся. Вот, и тут мы можем несколько, и в MVP лучше всего прямо установить на какой-то одной основной функции, сделать этот минимальный продукт, и проверить вообще, покупают, не покупают. Соответственно, доказательство с концепцией можно обсуждать внутри команды, как мы сегодня, чем мы сегодня и занимались в начале занятия. Прототип можно уже показывать потенциальным инвесторам, вы уже сделали какой-то лендинг, у вас какая-то презентация, вы уже инвесторам показываете, так, смотрите, вот у нас про что, у нас уже тут оставили заявки кое-какие родители, они уже заинтересованы, они уже хотят. Ну, а жизнеспособный продукт минимально отличается тем, что люди уже покупают, что это уже продукт, они уже купили у вас эту историю. И ресурсы, соответственно. В прототипе вы уже что-то делаете, вам такие сильные, дорогие, какие-то технические ресурсы необходимы, потому что можно все сделать вручную, и главное, визуализировать, и как-то просто показать, чтобы люди смогли это попробовать. А уже в минимальном жизнеспособном продукте уже, конечно, нужно что-то применить, приложить, чтобы это сделать. Дальнейшее использование, соответственно, концепт мы внутри обсудили, поняли, куда идти дальше. У нас следующая история это прототип, уже создание прототипа, сайта, наполнение его каким-то контентом, и потом уже продукт. У нас еще может быть MVP, собственно, быть, например, первая смена, и первая смена это будет какой-то минимальный продукт, она может случиться, а вторая смена, например, может быть уже доработанная, это уже какой-то другой продукт, мы уже поняли, какие плюсы и минусы, что-то подразвили, что-то убрали, что нам показалось не очень ценным. и, соответственно, концепция разрабатывается, чтобы мы вообще поняли, куда нам дальше идти, прототип уже для поиска каких-то инвесторов или первых покупателей, а минимальный продукт, это уже готовый продукт, мы уже на нем начинаем зарабатывать. Концепт нам нужен, чтобы проверить одну какую-то задачу или идею, и вот мы этим и занимались сейчас, проверяли вообще, какие классы, помните, мы спорили, думали, там, для шестых сделать, для первых, ну, у нас на самом деле нет однозначного ответа, вроде бы нормально, так распределилось, примерно равно, но все равно позволило остановиться на какой-то более узкой целевой аудитории, что хорошо. Соответственно, чтобы нам сформировать прототип, нам нужно еще как-то все это посчитать и сделать экономическое обоснование. А жизнеспособные продукты уже получили финансирование и делаем. И вот хотела показать вам примеры компаний, которые делали минимальный жизнеспособный продукт, и что это было. Например, Groupon. Groupon — это такая компания, которая дает скидки. Она дает скидки в различные вообще сферы, там, в рестораны, в салоны красоты, какую-то одежду. Она просто собирает промокоды, вы там регистрируетесь, и вы можете увидеть все промокоды и воспользоваться этим промокодом для того, чтобы воспользоваться какой-то скидкой. Их бизнес-модель строится на том, что они набирают большое количество пользователей, которые заходят и через скидки приходят в какие-то организации, которые проводят эти акции. А зарабатывают на том, что эти организации, когда у них набралось довольно много пользователей, хотят туда разместиться у них на Группоне, потому что для них это канал для привлечения первых клиентов. Они делают эти акции, и им важно, чтобы вот те ребята, которые через Группон заходят, чтобы они про них узнали и увидели. Соответственно, вначале они не делали сложный движок, сайт, много программистов, не вкладывали полмиллиона рублей в это во все. Они вначале просто собирали эти скидки, промокоды, записывали его на листке в документе в Word, создавали PDF-файл и рассылали просто своим пользователям по почту этот PDF-файл со всеми промокодами, которые они собирали за этот день или неделю. Стало работать, пользователей стало еще больше, и я даже помню еще те времена, когда сначала просто приходили эти PDF-файлы, и потом они уже заработали свои какие-то первые деньги на свои идеи, и уже вложились в сайт, и сейчас нам все автоматизировано, можно сразу купить там эти скидки или бесплатно, или за чуть-чуть, какие-то новые у них фишки, превамбасы, дополнительные акции, которые можно использовать. Организация No Name. Они первые придумывали систему лояльности, пригласи друга, и мы тебе дадим скидку, и другу твоему тоже. И они тоже не перестраивали свою систему лояльности, не переделывали ничего, а просто сначала сделали такую рассылку по своим пользователям, и посмотрели, приведут ли они новых людей, и сказали, что для того, чтобы это как-то зафиксировать, друг должен по почте просто указать, что вот ему рассказал вот этот пользователь, указать ту почту. И сейчас это система лояльности, которая пользуется популярностью, во всем мире, и все используют вот эту историю про приведи друга. Вот тут служба доставки Сприк. У них первая их была фишка в том, что они придумали, что они доставляют еду готовую за 20 минут в центре. И вначале они тоже не стали делать много производств, чтобы все, кто в центре заказал их, они всем успели бы за 20 минут провести эту еду. Они просто говорили, они просто использовали еду других ресторанов и как бы выстроили логистику так, чтобы успевать действительно за 20 минут привозить на дом еду клиенту, но их минимальный жизнеспособный продукт заключался в том, что они просто пробуют и развозят эту еду по клиентам. А потом уже, когда это сработало, не поняли, что огонь, все, надо этим заниматься, вложили деньги и сделали свои производства несколько в центре, уже возили только свою еду. Это успешные, а, Virgin Air, это знаменитая британская авиакомпания, ее создал как-то его зовут, Пирс Брейснен, ну, нет, не буду врать, в общем, один миллиардер, который был очень знаменитый, написал книжку про то, как идти к успеху, создавать успешный бизнес, вот, на примере своей авиакомпании, и он, у него было много денег, он уже мог купить несколько самолетов и начинать летать в разные точки мира, развивать эту компанию, но он решил, что сначала он купит один самолет, и этот один самолет будет летать в один аэропорт из Лондона, не помню куда, ну, в общем, он летал по одному рейсу, и на этом рейсе он просто, этот минимальный жизнеспособный продукт, он просто проверял различные гипотезы, функции, что-то менял, и когда он уже понял вообще, про что будет его авиакомпания, как там будет все внутри, как он будет позиционировать себя перед пользователями, после этого он уже докупил еще самолетов, и это стало очень успешная такая авиакомпания. Это вот рассказ про успешные какие-то минимальные жизнеспособные продукты, и здесь я попыталась привести примеры от очень маленьких, например, рассылка PDF, которые не требуют вообще никаких ресурсов, только твоего времени, когда ты собрал эти промокоды, написал их в документе, создал PDF и разослал по пользователю, до каких-то до минимального жизнеспособного продукта больших размеров, но это все равно остается минимальный жизнеспособный продукт, когда ты купаешь один самолет, и он у тебя летает по одному направлению, и ты просто на нем проверяешь все свои гипотезы и формируешь образ авиакомпании. Есть много неуспешных примеров, когда компании просто не делают минимальный жизнеспособный продукт, и обычно это приводит к потере денег. Как это происходит, они просто решают, что вот они умные, значит, собрались, поняли, что как дальше делать, решили расширять бизнес и вложили в это деньги, поняли, как расширять, написали план, все, вложили деньги, сделали, а потом оказалось, что пользователю это было не нужно, и они ничего не зарабатывают, и получаются убытки. Ну, например, был такой пример, что одна строительная, один магазин стройматериалов и каких-то инструментов, он решил выходить, он решил создать интернет-магазин, они решили создать интернет-магазин, и сразу же на несколько регионов, они были в одном регионе, и вот в другие регионы, чтобы тоже привозили все эти стройматериалы. и вот они, значит, выделили два миллиона рублей, значит, полмиллиона рублей, они бухнули в сайт, чтобы там все работало, все было красиво, фотограф нафотографировал все эти инструменты, они вложили в рекламу, в маркетинг, чтобы у них было сразу же много пользователей, о них узнали в различных регионах соседних, но получилось так, что каким-то ментальным историям, каким-то соображениям, какой-то специфики пользователей не были настроены покупать инструменты из соседнего региона, почему-то они все равно искали все внутри своего, может быть, потому что проще потом сдать, если, например, что-то не понравилось, или что-то еще, но, тем не менее, в итоге эта история не сработала, но они уже потратили очень много денег на разработку сайта красивого и всего остального. Какой вывод здесь? О том, что они могли также сделать этот сайт на Виксе, на готовом каком-то продукте, который сейчас изучает и рассматривает Екатерина, и попробовать там, и они бы потратили на это меньше времени, меньше денег, не все инструменты отфоткать, а какую-то часть и посмотреть, окей, взять какие-то ходовые самые, будут ли покупать? Это было бы минимальным жизнеспособным продуктом, который бы показал, что их теория не работает, но они бы вложили мало времени и мало денег. Да, джет сухой, мы продали самолеты другим странам, а теперь их то ли возвращают, то ли запчасти разбирают. Да, да, такая же история есть про джет, что мы немножечко, но она, да, она довольно сложная, но там были какие-то до этого самолеты, но видишь, как бы мы все-таки продали же, их все равно как-то, поэтому, хороший пример, спасибо, София. Собственно, это вот то, с чем я хотела вас познакомить. Есть ли какие-то вопросы по этому материалу? Нет, поэтому нету, а вы бы не могли мне все-таки скинуть то, о чем вы мне говорили в прошлый раз, чтобы я просмотрела еще какие-то варианты создания сайта, вот кроме Викс. Да, я хотела вам просто скинуть Тильду, вот, Тильду тоже многие рекомендуют, в Тильде просто довольно удобный конструктор сайтов, и там их можно сделать очень красиво, и вообще все сайты, вот которые вокруг малого бизнеса, и лагеря, и школы, ну, не малого бизнеса, где вот, где сайт не является такой вот, таким продуктом, который должен работать как-то сложно, например, как сайт авиасейлс, который через который вы ищете билеты самые дешевые и покупаете их, это довольно сложный сайт, там очень сложный движок у этого сайта, и там программисты его разрабатывали за большие деньги, ну, точнее, они были одни из акционеров, вот, те, которые придумали именно в авиасейлс, но неважно, сайты, которые поддерживают какой-то другой продукт, который в оффлайне, там, школа доп. образования или какой-то кружок, какие-то интернет-магазины простые, они все делаются сейчас на тильды, потому что довольно красиво получается, там просто нужно вставить фотки, тексты, там есть уже красивые шрифты, вот, хотела просто вас направить что-нибудь туда, потому что я пробовала сама и на викси, и на тильде, и мне на тильде показалось попроще. Ну, да, хотелось бы просто разные попробовать вообще там, что уже подойдет соответственно, да, чтобы... Да, да, там как-то интуитивно все, там фоточки загружаешь, слова. И еще можно нам в группу скинуть вот эти вот видео именно в группу, которая у нас не от лагеря, да, а общая группа, вот видео про канбан, еще раз, да, вот это сравнение двух систем. Да, хорошо, меня там нету, но я попрошу Азиза, я думаю, он скинет. Было бы отлично, да, спасибо. Приглашение сейчас я быстренько скину. И еще есть вопрос по логотипу. Я правильно понял то, что мне рисовать что-то похожее, ну, как бы колбочка, там, листья и шишки, да, ну, то есть. Да, попробуй разные, и ребята ответят в чате, я уже в этом чате кто-то писал, что ему понравилась эта идея, вот, а мы уже посмотрим, как там. Начинаю, в общем. Так, ну, если больше нет вопросов про минимальные продукты и про разницу между прототипами и доказательством концепта, то давайте завершим сегодняшнюю нашу встречу, она у нас вышла. Игорь Негода.